Армейские клубы порой готовы идти вопреки логике. Еще пару месяцев назад, когда о ведении жесткого потолка зарплат стали говорить чаще, знающие люди предполагали, что весной самые богатые клубы КХЛ попробуют продавить отмену этого решения Совета директоров КХЛ. В итоге, в последний день зимы вышла новость о письмах, разосланных клубом КХЛ от имени ФХР с предложением увеличить потолок зарплат с 900 миллионов до 1,3 миллиарда рублей. Напомним, что на данный момент 6 клубов серьезно не вписываются в будущее правила, СКА, ЦСКА, Металлург, Акбарс, Авангард, Автомобилист. Все, за исключением армейских клубов, фактически смирились с введением жесткого потолка и готовы к нему. А вот западные гранды, кажется, не хотят сдаваться и будут биться за право доминировать над всеми за счет денег до последнего. По факту даже армейские клубы спокойно смогут существовать при жестком потолке зарплат в 900 миллионах. Игорь Исмантович и жутко пугает то, что 8 минус 10 человек из нынешнего состава имеют предложение за океаном. Если все они уедут, а по логике боссов остановить их могут только огромные деньги, то ЦСКА останется ни с чем. Но, во-первых, у столичного клуба есть отличная школа с сильным фарм-клубом и молодежной командой. Пригласи 5-6 новичков, и они тебя не подведут. Посмотрите на тройку Марченко, Морозов, под Колзин в Питере. Что касается уезжающих, то если Сорокин и Капризов практически гарантированно заиграют за океаном, то у других могут возникнуть сложности. Романов, Нестеров, Марченко, Григоренко, Шалунов, Слепышев, Окулов, вы серьезно верите, что все они закрепятся в клубах НХЛ. Половина ребят точно к следующему ноябрю захочет вернуться в Россию. Однако рассчитывать на это рискованно, а боссы ЦСКА не любят непроверенные методы и поэтому уже сейчас всем предлагают контракты на сумму 100 миллионов и выше. Что касается СКА, то у них все еще проще. По грубым прикидкам на 18 игроков, у которых на будущий сезон еще действуют контракты, клуб потратит около 700 минус 750 миллионов рублей. Теперь, опираемся на данные по зарплатам, которые публиковались в СМИ. Зуб и барабанов уедут за океан, ребят не остановят деньги, да они не являются определяющими игроками, которых нужно всеми силами удерживать в клубе. У трех финских центров истекают соглашения. Очевидно, что все трое команде не нужны. В межсезонье петерцам необходимо усилить несколько позиций, взять центр форвардов и защитник. 150 минус 200 миллионов на 3 минус 4 игрока, это более чем достаточно. Тем более УСКА отличная система команд, а многие игроки фармклуба готовы к АХЛ. Ну и зачем нужны эти 1,3 миллиарда рублей? Чтобы таких историй, как с Кагарлицким, который с начала января сидит в глухом запасе, было больше. Чистка состава, это то, что поможет петерцам стать сильнее, а не ослабит их. Богатые клубы столиц боятся потерять свое влияние и силу, что порой готовы идти вопреки логике. На самом деле им, больше чем всем остальным нужен жесткий потолок зарплат. Руководители будут учиться играть по правилам и по-новому формировать состав. Теперь они будут уговаривать перейти хоккеиста, прибегая не только к аргументу в виде финансов. Впервые хоккейные боссы получат шанс доказать, что они крутые специалисты, потому что могут собирать чемпионские команды, не только транжиря деньги. Согласитесь, после этого жизнь в КХЛ станет интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok